От Павла, осужденного за веру в Иисуса Христа, и от брата Тимофея, дорогому нашему соработнику Филимону, сестре Апфии и соратнику нашему Архиппу, а также церкви, которая встречается в твоем доме. Благодать и мир вам от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарность и молитва за Филимона. Я всегда в молитвах благодарю Бога моего за тебя, так как до меня доходят слухи о твоей вере в Господа Иисуса и о твоей любви ко всем его последователям. Я молюсь о том, чтобы вера общая для нас обоих привела тебя к познанию всего того доброго, что мы обретаем во Христе. Меня очень радует и утешает твоя любовь, ведь благодаря тебе, брат, успокоились сердца верующих. Просьба об Анисиме Поэтому, хотя я мог бы смело потребовать от тебя во имя Христа исполнить твой долг, я предпочитаю обратиться к тебе не с требованием, а с просьбой, потому что я люблю тебя. Я, Павел, посол Иисуса Христа, а теперь еще и заключенный за веру в Него, прошу тебя проявить милость к Анисиму, который здесь, в тюрьме, стал мне сыном. Может быть, раньше он и был для тебя бесполезным, но сейчас он действительно полезный и тебе, и мне. Я посылаю его обратно к тебе, и для меня это все равно, что отделить часть самого себя. Я очень хотел бы оставить его при себе, чтобы он вместо тебя помогал мне здесь, в тюрьме, куда я заключен за возвещение радостной вести. Но я не хочу ничего делать без твоего согласия. Хотелось бы, чтобы твоя доброта была проявлена не по долгу, но по желанию. Ведь, может быть, твой раб отсутствовал у тебя некоторое время для того, чтобы возвратиться к тебе навсегда, теперь уже не как раб, а больше, чем раб, как дорогой брат. Он очень дорог мне, и я верю, что еще дороже он станет тебе и как работник, и как христианин. Итак, если ты считаешь меня своим сотоварищем, то прими его так, как принял бы меня. Если он обидел тебя чем-то или же должен тебе, считай этот долг за мной. Я, Павел, пишу тебе своей рукой, что оплачу тебе все его долги. Не будем уже говорить о том, что ты сам должник передо мной, ты обязан мне самим собой. Поэтому, брат, окажи мне услугу в Господе и обрадуй меня этим. Пишу тебе с уверенностью, что ты не только откликнешься на мою просьбу, но и сделаешь больше, чем я прошу. И еще одно. Приготовь, пожалуйста, для меня комнату, так как я надеюсь, что благодаря вашим молитвам я скоро буду возвращен вам. Заключительные приветствия Привет и тебе передают эпофраз, который тоже находится в заключении за веру в Иисуса Христа, и мои соработники Марк, Аристарх, Димас и Лука. Пусть благодать Господа Иисуса Христа будет с вашим духом. Пусть благодать Господа Иисуса Христа Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин